Приветствую, уважаемые пользователи! На универсальном игровом с вами, как всегда, Genium и сегодня посмотрим на игрушку StoneSharp. Если вы не хотите пропустить ни одного обзора, ни одного прохождения, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и включайте уведомления. StoneSharp игрушка разрабатываемая наша отечественная компания Inkstains Games. В данный момент она вышла в ранний доступ. Это означает, что игра уже может показать вам большинство своих механик, но при этом контента в ней еще слегка не хватает. Некоторые механики не доделаны, но даже сейчас игра очень и очень затягивает. Почему? Будем разбираться с вами дальше. Так, отправляемся непосредственно в игру и смотрим, что же у нас здесь происходит. Игра представляет из себя некий ROG-like RPG ROG-like Diabloid. То есть, по сути дела, у нас есть главный герой, который путешествует по разрушенному миру и выполняет всевозможные задания. Где же ROG-like, спросите вы, а ROG-like здесь находится в следующем элементе. Сохраняться можно только, если ваш главный герой выспится в таверне. Больше сохраняться точек нету. То есть, только через сон. И все, что происходит у вас от сна до сна, оно, по сути дела, генерируемое. То есть, если вы проснулись, отправились в путешествие, зашли в какую-то локацию, вам сгенерировались определенные мобы. На следующий раз вы погибли, снова заходите в ту же самую локацию и мобы уже другие. Да, то же самое с заданиями, то же самое с лутом, который будет ждать вас в сундуках. Каждый раз это, по сути дела, новое. То есть, оно генерируется снова. Ну, это основная часть ROG-like. Посмотрим, что у нас с РПГ составляющей. Как видите, как в любом классическом РПГ, у нас просто целая куча всевозможных параметров и характеристик. То есть, у нас сейчас есть мой главный герой. То есть, главный герой у меня как раз появился после пролога. Поэтому я вам сейчас покажу именно вот прям самое начало для того, чтобы хотя бы понять, что это такое. То есть, у нас есть стила, ловкость, восприятие, живучесть, воля. Это классические параметры для РПГ-игр. Также есть дерево способностей. При этом, если вы посмотрите на дерево способностей, то можете увидеть, что здесь не каких-нибудь там четыре ветки. Оружие, магия и дальний выстрел. У вас здесь оружие, сразу целая куча. Мечи, топоры, булавы, кинжалы, двуручные мечи. Навыки также распределены и медицины и алхимии, там и сабаштаж. Магия, пожалуйста, и пиромантия, и геомантия, и кариомантия. То есть, собственно, очень-очень сильно развитая РПГ составляющая. То есть, кого вы хотите отыгрывать, того вы и будете отыгрывать. Еще одной очень, так скажем, отличительной характеристикой данной игры является система жизни нашего главного героя. То есть, у нас нету классическом понимании полоски жизни. То есть, она есть. Вот здесь вот, да, вот. Оно и здоровье. Но данная полоска собирается из здоровья нашей головы, торса, левой правой руки, левой правой ноги. При этом, при повреждении любого элемента нашего тела, на игрока накладываются дебафы, уменьшается максимальное количество жизни, которое может быть у главного персонажа. При этом, если данные повреждения не лечить, то герой может просто-напросто умереть, предположим, от потери крови, либо от того, что ему слишком больно, и он потихонечку начинает сходить с ума. Также, также нам нужно будет следить за тем, как главный герой наш питается. То есть, если вы обратите внимание, здесь вот в здоровье есть голод, есть жажда, то есть интоксикация, боль, иммунитет. То есть, у нас все максимально приближено к, так скажем, к жизненным каким-то параметрам, да. То есть, нельзя просто так взять и пойти без еды на неделю в лес, да, потому что в данной игре герой просто-напросто убрёт от голода. Потому что, если вы вдруг не найдёте ягоды, не найдёте какое-нибудь мясо, которое можно пожарить, то есть, вам будет очень плохо. То же самое с водой. Если вам не хватает жажды, то, если вас замучила жажда, да, и вам не хватает воды, вам нужно срочно найти где-нибудь водоёмчик, набрать водички и попить. Интоксикация. Можно тут так прибухнуть, да, с легонца, да, или обколоться наркотиками. Иногда это очень нужно, потому что есть такой параметр, как боль. Чтобы снимать боль, да, необходимо принимать сильнодействующие вещества. Также есть мораль и рассудок, что очень сильно влияет на поведение нашего героя. Если у нас что-то будет сильно с моралью, плохо, точнее, сильно плохо будет с моралью, да, то он будет потихонечку сходить с ума, наш главный герой, да, и то же самое с рассудком. Поэтому обязательно за этим, за всем нужно следить. Есть черты, которые будут у нас появляться в ходе нашего прохождения. Также есть биография, поэтому если вам интересно, кто это такой, обязательно можно почитать. Это для любителей лора в играх. Инвентарь представляет собой классический инвентарь, при этом он довольно небольшой. И вот микроменеджмент инвентаря является еще одной очень интересной частью игры, потому что вы не можете собрать с собой все. Вот, представляете, да, если вы играли в Skyrim, да, то вот все, что вы там насобирали, наворовали, вы все положили себе в рюкзак, и у вас там, не знаю, у вас за спиной уже целый караван, но вы можете спокойно идти. Здесь так не получится, потому что инвентарь довольно небольшой, он кончается. При этом, если вы хотите собрать шкуру убитого зверя, да, то она будет занимать довольно много пространства, она будет занимать почти 8 клеток, да, она будет занимать. И у вас всегда становится такой выбор, вот, когда вы идете на какое-то знание, что же вам сделать. Можно, конечно, набрать кучу еды, кучу медикаментов, но тогда вы ничего не сможете собрать в рейде, да, вы не сможете с собой что-то принести, чтобы продать. Поэтому всегда приходится чем-то выбирать, что-то жертвовать. Слава богу, что то, что вы кладете себе в руку, оно не учитывается в инвентаре. Поэтому на этом хотя бы спасибо. Итак, давайте немножечко перекидаем инвентарь для того, чтобы у нас все было красиво. И будем отправляться смотреть непосредственно игру. Итак, мы выходим из нашей главной комнаты, как заядлый клиптоман, начинаем обсматривать все, что можно украсть и нельзя украсть. Да? Что это такое? Хабка соломы. Берем. Собственно, все, что плохо лежит, стараемся забрать. Ну, просто потому что оно плохо лежит. Смотри, тут у нас есть подъем наверх. Да, это же классно. Извините. Так, все-все-все тырим. Зачем я это тырим? Просто потому что я хочу это все дело продать. Так как начало игры, чем больше натырим, тем больше продадим. Чем больше продадим, тем больше будет денег. А деньги, как вы знаете, они всегда нам могут пригодиться. Сережечки. Так, все-все-все. Игра, кстати, нам периодически подсказывает, что мы можем что-то забрать. Оно подсвечивается. Собственно, при этом нас никто не наказывает за то, что мы воруем. Ну, возможно, возможно, это будет изменено дальше. Но пока у нас такая возможность есть. Итак, сейчас нам нужно поговорить со старейшиной, поэтому давайте отправимся в ратушу. Вся игра и во время свободного передвижения, и во время боя, она пошаговая. Однако, вот с этим моментом надо быть очень осторожным. Почему? Потому что, когда вы передвигаетесь, то есть, грубо говоря, я поставил вот сюда вот, да, и пойду. То есть, пока мой главный герой не выполнит данную команду, он не остановится. При этом, если я во время пути увижу, что там на меня бежит медведь, я не смогу сказать ему, чувак, остановись, остановись. Я хочу срочно пойти назад. Нет, так не получится. Так, что мы можем здесь продать? Давайте возьмем с собой колбасу. Для того, чтобы отправиться в путь. Пройдемте, посмотрим, что здесь. Вот это можно продать. Вот это, вот это. Он прям берет все. Давайте мы это все ему и отдадим. Потому что нам оно вроде как не нужно. Занимает место. А нам бы отправляться непосредственно в поход. Так, колбасу не будем продавать, потому что мы ее с собой взяли. Посмотрим, что у него есть. Что-нибудь полезного. Ну вот, например, с эффектом лечения не очень дорого. Можно взять. Очень хотелось бы взять книжку, но книжки, как видите, стоят довольно дорого. 720 монет. У меня сейчас 191. Поэтому придется немножечко побегать по заданиям нашего старосты. Что здесь по миру? Мир. Сейчас он представляет из себя вот примерно вот такую карту. То есть мы находимся в Озбруке. И еще одна сложность данной игры. Вы не видите, где вы находитесь. То есть вы должны ориентироваться непосредственно по своей, как говорится, навигации, что ли. То есть вот я знаю, что я нахожусь в Озбруке. Значит, я знаю, что я в этой точке. Поэтому если мне, например, нужно будет идти вот в эту точку. А сейчас мы в нее постараемся отправиться. То мне нужно будет сделать переходы. Раз, два, три перехода. И два перехода вниз. Но прежде чем туда отправиться, давайте пойдем к нашему старости. Что здесь прикольно? Мир живет здесь постоянно. То есть я не знаю, как в какой-нибудь готике. Например, когда вы видели, что у NPC есть задания на день. То есть они просыпаются, они идут что-то делать, они идут патрулировать. Вообще первый раз, когда я играл, я так и не смог найти вот этого староста. Я прослушал, где находится ратуша. Но я встретил его непосредственно в таверне. Он просто пришел вечером попить. И я такой, о, староста, привет, дай мне задание. Давайте. Нам нужно это. Нам нужно задание. Давайте берем незадачливый крестьянин. Нам рассказывают, что... Впрочем, не важно. Важно, что пару дней назад этот остолоп умудрился угодить в лапы разбойника. Сейчас он держится где-то в застенках места под названием Башня Ривстейн. И ждут выкупа. Слушаем дальше. Мы могли бы собрать выкуп, но с таким сбором нужно разговаривать на их жизни. Тебе нужно вызволить пленника и заодно оставить понятное послание. Например, собрать бруха их главарю. Усправишься? Да, конечно, беру. Отлично. На этом и порешили. Собственно, можно посмотреть на товары. Практически с каждым, кто есть в городе, можно поторговать. Можно поузнавать много всего интересного. Но сейчас я не хочу показывать вам, собственно, сюжет. Ну или точнее как. Не хочу много времени тратить на разговоры. Давайте отправимся непосредственно в бой и посмотрим, что же у нас будет происходить. Но прежде чем отправиться в бой, надо обязательно прокачаться. Если вы новичок в этой игре, я настоятельно рекомендую вам вкачивать лук и обязательно вкачивать вот эту штуку под названием отвлекающий выстрел. Почему? Потому что это сейф механика, которая позволяет вам во время боя отпрыгнуть на несколько клеток. И так как все ходят по очереди, то вот эти клетки могут позволить вам выжить. Я очень сильно рекомендую вам это делать. По крайней мере, мне это помогало. Как видите, мир живет своей жизнью. Вот хрюшки валяются. Они такие милые. Кстати, прорисовано очень-очень качественно. То есть, если посмотреть вообще по миру, где что происходит, то мы можем заметить, как прорисовано все до мелочей. Тут какие-то птички летают, тут свиньи, тут вот стражник бегает. В общем, мир живет прямо своей жизнью. И это очень-очень классно, атмосфера замечательная. И судя по тому, как игра продалась в первый день, она вошла в топ-10 по количеству денег в день продажи непосредственно на Steam. То есть, игрокам это нужно, игрокам это понравилось. И если ребята все сделают так, как они обещали, то будет очень-очень здорово. И, собственно, вот мы перешли на уже из вот этого квадратика вот в этот квадратик. И, как вы понимаете, что нам это не отобразилось. Как я говорил, нам понадобится пройти раз квадрат, два квадрат, три квадрат. И раз два квадрата вниз. Так как я не особо хочу с кем-то встречаться, поэтому я буду передвигаться очень аккуратненько. Но стараться ни на кого не нападать. Вот, кстати, видите, только что нам пришел баф оптимизм. Просто за то, что мы никого не встретили. И он такой радостный, ходит по лесу. У него все здорово. Нашего главного героя. Так, мухоморчик. Собирать пока не будем. Я просто хочу дойти, никого не трогая. Хотя это очень редко бывает, но иногда получается. Потому что в прошлые разы, когда я проходил, у меня вот только при входе на ту локацию, на меня нападала сразу стая волков из трех волков. В эту локацию, когда я заходил, на меня нападали. Вот, собственно, вот они волки. Да, так как их двое, я думаю, что нас заметили. Но, но надо аккуратненько сбежать. Так. Ну все, не сбежали. Но у нас есть вот такая штука, как я говорил. Она позволяет нам сделать... Ааа, все равно укусил нас. Нигодяй. Собственно, сейчас может все очень быстро закончиться для нас. Потому что нас... Нас напали два... Да что такое? Как я и говорил. Как я и говорил. Игра очень сложная. Так. Я себя недооценил. Поехали. Поехали все заново. Вот она, наша руглайк составляющая, собственно. Погибли. Вперед. Начинайте все с нуля. Ага. Ладно. 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 Мы точно помним, что у нас тут что-то продавалось. Давайте мы у него заберем все-таки медную цепочку. Кстати, если вы обратите внимание, то товар у него поменялся. За исключением некоторых вещей. Ну, то есть цепочка осталась на том же самом месте. И так, мечи не куплю. Этот я не куплю. А у этого я хотел купить колбасы. Так. Дай колбасу. Идем сразу к старости. Я все еще хочу выполнить данное задание. Ну, староста. Одар. Дай-ка нам, пожалуйста, задание на нердивого крестянина. Все, бывай. Поехали. Попробуем сделать попытку номер два. И еще разок пройти, не встретив этих волков. Хотя, есть вероятность, что, например, они нападут на нас уже вот тут. Поэтому делаем очень маленькие, короткие перебежки для того, чтобы понимать, в какую сторону идти. И постараться все-таки... Так. Я забыл. Я забыл. Прошу прощения. По-хорошему, после того, как мы тут прокачались, надо было бы пойти отдохнуть. Чтобы у нас все это дело сохранилось. И каждый раз это заново не переделывать. Кабан, кстати, он меня боится. Так что, ничего страшного. Догонять мы его не будем. Там внизу, кстати, была лиса. За лисицу могут дать прилично денег. Так. Олень, кабан. Давайте какой-нибудь подстрелим. Зря, что ли, пришли. Так. Инвентай. Ничего не поставили. Куда вообще пошел? Сам не понимает. Такой молодец. Давай, когда пойдем, кого-нибудь подстрелим. Мимо. Мимо. Попал. Отлично. Отличненько. Стрелы, кстати, после того, как кого-то подстрелили, можно брать. Кстати, внизу был волк. Да? Вы тоже видели волка? Давайте-ка мы сразу же отсюда убежим. Вот вообще прям неохота. Так. Что-то у нас в этот раз с живностью какой-то перебор. Так. Волки. Волки. Пускай волки идут грызть кого-нибудь еще. Точно не меня. Я хочу отсюда уйти. Так. Давайте вот так. Собственно, самая большая проблема в том, что ребята умеют кусать по диагонали. Поэтому использовать наше умение надо супер-пупер осторожно. Потому что они могут нас догнать просто за счет того, что сделают диагональный переход. То есть вот я сейчас вот сюда вот подойду. Мне надо бы вот сюда. И он меня, скорее всего, догонит. Поэтому мы делаем вот так вот. И уходим лесом, лесом, лесом. Собственно, именно про это умение я вам говорю. Обязательно, обязательно прокачивать его себе в самом начале. Потому что если вдруг на вас напали, с вами встали в упор. Так как вы делаете один шаг, он делает один шаг. Убежать практически нереально. Тем более, если вы делаете диагональный шаг. Ну, то есть, про что речь идет. Если мы будем убегать просто по прямой. Тогда мы сможем убежать, да, теоретически. Если мы будем убегать хотя бы один шаг по диагонали. Все, он нас будет настигать быстрее. Поэтому мы сейчас просто сбегаем. Чисто для того, чтобы найти, точнее, дойти до нашего задания. Так, здравствуйте. Еще один волк. Два. Какой кошмар. Какой кошмар. Интересно, я смогу все-таки от них сбежать. Да, я, наверное, смогу сбежать. Меня, кстати, сейчас только что на два шага не потеряли. Потому что я ушел в тень. Я все, сбежал. Так, мы прошли раз-два. Мы прошли раз-два. Сейчас мы здесь. То есть, наша задача теперь идти вниз. Давайте постараемся это сделать так же аккуратненько. Очень, очень аккуратненько. Потому что хочется дойти все-таки до квеста хотя бы чуть-чуть. Как еще ориентироваться по карте? Собственно, если вы посмотрите по карте, да, то здесь вот видны дороги. Видны непосредственно какие-то строения. То есть, мы вот эту дорогу сейчас будем просто-напросто пересекать. Давайте посмотрим. Что же это такое? Мне кажется, что мы должны пересечь. Я же не ошибаюсь. Я не должен был ошибиться. Да, да. В общем, вот она. Очень часто, кстати, на пересечении дорог встречаются какие-нибудь интересные штуки. Вот, например, вот здесь вот есть убитая лошадь. А это значит, что можно грабить и мародерствовать. Это нам все пригодится. Поэтому давайте мы это все пособираем. Вроде никого здесь нету. Это практически безопасно. И по дороге можно спуститься вниз. Можно, кстати, собирать еще вот эти цветочки. Но я думаю, что мы сможем набрать лута и на нашем задании. Идем, 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 идем. Да. Мы приходим в клетку с нашим заданием. Теперь нам очень осторожненько, прям очень осторожненько надо прокраситься так, чтобы нас не заметили. Возможно, кстати, тут еще эта штука не доделана. Но периодически, если ты в кого-то стреляешь, тебя не замечают. Ну, то есть, пока стрела не воткнулась непосредственно в голову нашей цели, цель может на вас не среагировать. Давайте мы сейчас попробуем это провернуть. Так, я должен видеть сейчас. Вот так, да. Заряжаем. Огонь. Пык, не попал. Заряжаем. Огонь. Вот, теперь он попал. То есть, при этом, видите, этот на нас не среагировал. Среагировал только тот, в кого непосредственно я выстрелил. Поэтому я надеюсь, что он на нас даже не успеет добежать. Ну, дорогой. Все, замечательно. Замечательно. То же самое делаем с этим. Во, еще и прокнуло на крит. Это замечательно. Ну, все. Класс. Ну, занимаемся нашим любимым делом. Грабежом и мародерствованием. Костер нам сейчас не понадобится. Больше, вроде, ничего собирать здесь не получится. Поэтому отправляемся непосредственно в данж. Данжи, как я говорил, они генерируются рандомно. То есть, каждый раз, когда вы будете сюда приходить, у вас будет новый данж. Меняем на меч. И начинаем все шмонать. Это наше любимое дело. Кстати, бочки бить не всегда безопасно. Иногда бывает, прокает на крит промах. Так. Ух ты, какой-то лук. Что такое? Манширская, крепленная. А, собственно, это алкоголь. Который позволяет нам избавиться немножко от жазды. Чуть-чуть снять боль. Поднять мораль. Нашу моральюшку, да, за счет алкоголя. И немножечко добавляет интоксикации. Если сильно перепить алкоголь, то будет плохо. Также нашли лук. Ну, я думаю, он вам пока не понадобится. Давайте поменяем на... Ага. Успеем сделать выстрел? Хотя бы один. Так. Меняем сразу на меч. Обязательно, обязательно продумывайте, что и как вы будете делать на карте. Почему это нужно? Потому что, если на вас нападет 2-3 человека, то считайте, что вы погибли. Сейчас давайте обратимся к нашему здоровью. Как вы видите, у нас есть классическая полоска здоровья. Вот она 92 из 100. При этом, вот это вот 100, оно зависит от того, как сильно повреждены части нашего тела. То есть, если вот сейчас они попадали в руку, то у нас, видите, начала немножечко рука отходить. Но максимум здоровья не уменьшился. Это очень хорошо. Поэтому можно еще не лечиться. Для того, чтобы отдохнуть, можно просто посидеть, помедитировать. Да. И спокойно залечить свои раны. Но делать это возможно только, если вы находитесь не в бою. И если у вас достаточно воды и еды, чтобы не умереть, пока вы это дело ждете. Поэтому обязательно вода и еда нужна. Возите их вместе с собой. И что-то еще есть классного. Классная штука непосредственно в инвентаре. То есть, менеджмент инвентаря является такой, по сути дела, мини-игрой. Потому что, как видите, подположим, оленья шкура занимает целых 6 слотов. А еда там занимает 2 слота. То есть, вы, когда собираетесь в какое-то путешествие, вам нужно четко решить, что вы будете с собой брать, в каком количестве. Во-первых, для того, чтобы не умереть. А во-вторых, чтобы набрать необходимого лута, принести его назад и продать. Ну что, давайте уже пойдем кого-нибудь побьем. Тык-тык. Так, аккуратненько, аккуратненько. Никого. Вот, собственно, это критический промах. Да, то есть... А, нет. Нет, нет, наоборот. Это нормально. Это был просто критический... Так, 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 товарищ пришел. До него раз, два, три. Он за три хода до нас дойдет. Поэтому, если мы переключимся, он на ход поставит. Потом на следующий... Можно не переключаться, можно просто пропускать. Можно просто пропускать, чтобы он к нам подошел. Так, он атаковал нас издалека, потому что у него такое оружие. Смотрите, что мы получили. Мы получили героизм. Просто, просто из-за того, что мы довольно неплохо дрались. И, как я говорил, видите, у нас снизилось сейчас здоровье. Чтобы это полечить, нам нужно использовать мазь на нашей ноге. Собственно, вот мы немножко залечили мазь. Можно сейчас подождать, посидеть. А можно просто отправиться дальше. И по мере того, как мы будем проходить, то есть каждый ход, наш герой будет по чуть-чуть восстанавливать жизни. То есть сейчас вот раз, у нас шесть хп восстановилось. Яблочко подняли. Оно нам поможет. Аккуратненько, аккуратненько. Так, здравствуйте. Сразу стараемся отойти куда-нибудь в сторону. В узкое место. Потому что, как я уже говорил, очень сложно нам будет, если на нас нападут с двух сторон. Шипованная дубинка. Мне-то она хуже, чем то, что у нас уже есть. Поэтому мы это брать не будем. Все, все, залечили. Боложаем грабить и мордерствовать. Наше любимое дело. Так, что там было? Так, что это такое? Кролище, шубка. Класс. Кролика ни одного не убили. Шубку забрали. Значит, можно будет подать, если выживем. Если не выживем, то придется начинать сначала. И вот так вот. Раз за разом вы отправляетесь в путешествие. Ищите то, что вам нужно. Старайтесь не умереть. Угу. Так, можно сразу спуститься вниз. А можно немножко походить. Давайте чуть-чуть подходим. Так, что это такое? Живительная эссенция. Отлично. Это хорошо. Оно нам пригодится. Монетки. Монетки. Монетки всегда. Мы радуемся монеткам. Еще монетки. Так. Собственно, что обещают разработчики дальше делать по игре? То есть, они обещают, во-первых, что у нас появится свой караван. Они обещают, что у нас будет целая команда, с помощью которой мы сможем отправляться в путешествие. Так, проголодался. Давай краешку хлебушка скушаем. Пока что каравана еще нет, так как это в бета-версии. Но патчи выпускаются довольно регулярно. Довольно-таки много. Поэтому я думаю, что до этого ждать осталось немного. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Угу. Так, так, так. Все отлично. Отлично, отлично. Ладно. Пойдемте уже заниматься полезным делом. Да, а то все по ящикам, да по ящикам. Вы, наверное, смотрите и думаете, боже мой, что же он делает. Это то, что вы будете делать сами, когда вы будете играть в эту игру. Так. По-моему. Ага. Там тоже лучник. Давайте мы чуть-чуть отойдем. Подождем, пока он к нам подойдет. А, нет, не лучник. Когда он к нам подойдет, это товарищ с оружием наподобие лучак. А это именно молотило. Кстати, молотило, по-моему, оно хуже, чем у нас есть. То есть, как видите, тут есть непосредственно момент сравнения. При этом, если у нас что-то хуже, то оно подкрашивается красным. Если что-то лучше, то подкрашивается. Пока не подкрашивается. Очень бы хотелось, на самом деле, чтобы оно подкрашивалось, чтобы было чуть-чуть легче сравнивать. Так, где же... Что вы понастроили здесь, а, товарищи? Вот это плохо. Собственно, давайте переключимся на лук. Попробуем немножечко. Класс. Класс. Он сам себя чуть не убил. Это хорошо. А вот то, что этот смог подойти, это плохо. Но ничего. Ничего. Как видите, мы сейчас обнаружили ловушку. Я совсем про них забыл. Я всегда забываю про ловушки. Так, отлично. Мы смогли это разрядить. Набрали кучу всяких ненужных вещей. Давайте проверим хотя бы ящики. Вот. И мы получаем ящик. В ящике получаем пироманта. Смотрим, как это работает. Во-первых, вы нажимаете правой кнопкой. Обязательно говорите «Прочесть». После того, как вы прочли книгу, у вас в вашем... Сейчас я покажу, где. Вот здесь вот. В ваших умениях открываются умения. В данном случае умения пироманта. Но это умения пироманта аж третьего уровня. Поэтому я думаю, что мы просто-напросто эту книжечку заберем с собой. Она дорогая. Мы ее продадим. После того, как вы книжку прочитали, книжку можно продавать. Она вам уже не понадобится. Но, к сожалению, сейчас третий уровень мне тоже не понадобится. Очень бы хотелось, потому что пироманте очень неплохо. И вот мы встретились в первый раз с закрытой дверью. Что можно с ней сделать? Главное, чтобы у вас в инвентаре были отмычки. Они позволяют вам открывать непосредственно двери. Давайте попробуем взломать. Отлично. Взлом произошел. Меняем на лук. Пытаемся его слегка убить. Ничего не получается. Меняем на меч. И теперь пытаемся уже отбиться мечом. Ха-ха. Ты слишком слаб. И вот он наш третий уровень. Давайте, прежде чем отправиться на третий уровень, слегка подлечим нашего главного героя. Все, все. У нас, у нас, у нас что? У нас закончилась мазь. Это плохо. Ну, ничего страшного. Давайте просто-напросто посидим. Потому что, отправившись вниз, мы не знаем, что там будет дальше происходить. Попробуем чуть-чуть опять бочечки побить. Потому что вдруг тут появится какая-нибудь мазька. Например. Например. Очень часто, кстати, можно найти что-нибудь лечащее. Но сегодня что-то не везет. Ну и ладно. Будем считать, что нам просто не повезло. Отправляемся на третий уровень нашего подземелья. Так. Товарищ. Ну, давай попробуем. А, отлично. Ты пошел в обход. А, потому что здесь подойти нельзя. Подключаем на меч. Я же бравый герой. Шипованная дубина. Медная цепочка. Вот медная цепочка, мне кажется, может нам пригодиться. Посмотрим. Что то же самое, что и у нас. Но она слегка поломанная. Поэтому брать ее не будем. Смотрим по книжечкам. Антитоксин. Это хорошо. Значит, можно будет прибухнуть. Так. Сюда. В шкафу золотишко. Здесь что? Ненужная штука. Стрелы обязательно собираем. Потому что без стрел нам будет очень плохо. И пробуем пройти немножечко дальше. Дальше. Так. Новая. Новая. Защита. У нас лучше. Потому что у нас, видите, аж уникальная броня. Фиолетовая. Это значит хорошо. Так. Вот этот товарищ. На него бежим просто. Ой-ой-ой. Нет, не бежим. Плохо все. Очень плохо. Все очень плохо. И начинается непосредственно тактика. Так. Встаем вот сюда. Пропускаем ход. Этого начинаем бить. Лучник пока сюда не подошел. Поэтому мы сможем справиться с этим товарищем. А лучник вот так надаем тут по голове. Потому что в упор. У него он сложно дерется. И тут приходит второй товарищ. Давайте. Давайте. Так. Что, я его не вижу? Почему? Я же вижу его. Не вижу. Давайте отойдем. А, у нас закончились стрелы по ходу дела. Прекрасно. Тогда будем кинжалом. Старым, добрым кинжалом. А, а, так. Короткий лук. Ну, кстати, вот непонятная штука. Почему? Почему это не делается? Но. Да что вы за люди-то такие, а? Не дают мне спокойно разобраться с инвентарем. Понабежали. Я понимаю, что я пришел к вам в дом. Вас тут убиваю. Но можно было бы и повременить. Собственно, как я говорил, непонятно, почему в инвентаре, когда вот я что-то беру, мне не показывается возможность выбрать. Нет, тоже все ерунда. Поэтому давайте оленю шкуру заберем. Молотила не нужно. Боевой тесак, скорее всего, нам не понадобится. Это рттт бинт. Останавливает кровотечение, но у нас кровотечения нет. Нам обязательно нужно выпить водички. Потому что у нас сейчас была жажда. И желательно немножечко отсидеться. Чуть-чуть. Самую малость. Для того, чтобы восстановить. Потому что мы можем зайти за угол, да, и там тут же надают по лицу. Я этого не хочу. Так, отсюда прибегало больше, чем оттуда. Поэтому я думаю, что нам сюда. Эх, пойти опять что ли? Все ломать. Ладно, давайте. Чуть-чуть. Чуть-чуть пройдемся. Потому что нам необходимо сейчас что-нибудь, что нас может полечить. Потому что всего 89 жизней из 89. Хотя мы точно знаем, что у нашего героя 101. Но почему-то нам ничего не выпадает. Ну, собственно, как я и говорил, рогалик. Так, опять винишко. Кстати, может от винишка можно отлечиться? Ну-ка посмотрим. Так, боль, мораль, жажда. Нет, ничего не лечит. Только набухивает. Взломаем. Ну, что ты за человек-то такой, а? Ладно, хотя бы один выстрел мы тебе нанесли. Уже хорошо. Стрелы, кроны. Стрелы, кроны молотило. Да, ого! Вот это я прям неудачно зашел. Получил оглушение на один уровень. Ой. Босс что ли какой-то? А, это не могу. Чего он такой лютый? Бинт. Так, давайте мы чуть-чуть отсюда сбежим. Дверку за собой закроем. Посмотрим, что нам что нам дали. Бинт. Бинт всего лишь кровотечение. По-моему, я не могу при помощи него ничего сделать. Да, то есть, как видите, у нас нету такой травмы, которая бы могла бы снять кровотечение. Поэтому приходится снова отсиживаться. И вот, если бы это была другая игра, мы бы сейчас, наверное, могли бы где-нибудь сохраниться. И спокойненько идти дальше. Но! Стоуншард такой возможности нет. Так, к каждому замку найдется подход. Ага. Какой-то вот этот товарищ мне не очень нравится, если честно. Давайте мы попробуем от него вот так вот уйти. Он какой-то большой страшный. Ага. Ну вот, собственно, как я и говорил. Получаем по лицу. Ну! 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 Да! Да! Отлично! Мы победили босса. То есть, видите, у нас только что исчезла возможность. Точнее, исчез квест на... Но у нас сломана рука и состояние боль. К сожалению, мы отличиться сейчас не сможем. Знаете почему? Потому что у нас... Кошель. Кошель надо обязательно забрать. Отличиться. Угу. Соединить тоже их не сможем. Объединить вот с ним. Вот так вот. Отлично. Почему не сможем сейчас залечить? Потому что нету шины, которая бы позволила руку залечить. И нету мази. Есть вероятность, что помрём мы прямо здесь. Хотя босса победили. Лисия шкура... Кстати, вот лисию шкуру, наверное, надо забрать. Надо выбрасывать вот этих вот штук. Потому что они, практички, ничего не стоят. Хотя... Кроличья... Кроличья лапка. Ладно. Ладно, будем надеяться, что наш главный герой не погибнет. Ну что, пойдём? Спасибо тебе! Я уже жизнью распрощался, думал, что всё. Так что я говорю, что тут у тебя паскута, но это право ничего. Ты, главное, назад пульт расчищешься, а я себя порядок поведу и встал уже наверх. Да, кстати, потрепали не знатно, но кое-что так и не нашли. Держи это тебе. Распорядись с умом. Отлично. Берём сыр. Берём монетки. Всё супер. Но мне бы что-нибудь... На самом деле бы... Чем-нибудь подлечиться. Мне бы мазьку. Ладно, давайте хотя бы поедим. Для того, чтобы голод снять. Мази мы так и не нашли. Ладно, давайте сделаем... Так, а ты со мной-то не пойдёшь? Прощай. То есть он, видимо, решил, что он сам сможет подойти. Ну, кажется, флаг ему в руки. Тяжёлая палец. Кстати, 209. Нормально. Нормально прям стоит. Поэтому мы её берём. Собственно, можно дальше обыскивать было всё вот это вот подземелье. Но я сейчас хочу вернуться назад. Сдать это задание. И показать вам, что же будет дальше. К сожалению. Ну, и не знаю, или к счастью. Но здесь нету телепортов. Поэтому бежать придётся самому. Так, замешательство. Шанс походить на случайную клетку при перемещении. Собственно, помните, да, я рассказывал, что если у главного героя что-то происходит, какие-то проблемы. То у него появляются всевозможные, как сказать, проблемы с головой. То есть вот сейчас вот из-за того, что очень больно, из-за того, что очень больно, наш главный герой начинает из-за этого страдать. Но я надеюсь, что не помрём. Вот. Помните, говорил про живой мир? Смотрите. Прилетели коршу, эти вороны. И тихонечко доедают трупы, которые мы оставили здесь в самом начале. Так, давайте попробуем. Блинная поганка. Я думаю, вряд ли она нам в жизни полечит. Но собрать всё равно стоит. Тем более она одну. Так, давайте посмотрим. Если мы отсюда пойдём на это, получается, один. Потом. Один, два, три. Так же. И два вверх. Сверху мы помним, да, что там нас встречали волки. А здесь вот я только что видел медведя. Поэтому давайте аккуратненько обойдём сверху. Надеюсь, что нас тут никто не загрызёт. Дойдём. Так, кролик. Кролик, беги. Ты нам пока не нужен. Потому что жизни ты не восстанавливаешь. К сожалению. Если бы восстанавливал, мы бы сейчас этого кролика сразу бы поймали бы. Разделали и восстановили бы жизни. Там, не знаю. Взяли бы его кость. Прикрутили в виде шины. Так, это мы прошли первое. Сейчас попробуем пройти вторую часть. А, так, кабанчик. Кабанчиком мы не боимся. Волков боимся. Аккуратненько их обходим. Совсем-совсем аккуратненько, да. Потому что совсем не хочется с поломанной рукой. А, нет, у нас там поломанная нога. Собственно, просто здесь отображается... А, нет, рука. Всё, всё правильно. Я правильно сказал. Отображается то, что нужно. Так, и поднимаемся теперь наверх. Можно прям по самому краешку. Поднимаемся раз. И здрасте. Уходим отсюда. Опа! Вот это я не знал, что они переходят. Вот это я прям сейчас удивлён. Да ну, ребят. Ну я прям совсем не хочу погибать. Вот это прям мне совсем неохота делать. Но я думаю, что мы сможем это организовать. Так. Да как? Да что за невезение. Собственно, вы помните, да, я рассказывал, что надо убегать всегда по... По прямой. Потому что иначе вас догоняют. Так как он может бить по диагонали. Вот сейчас я только что два раза чуть-чуть не погиб из-за этого. Я не понял. Собственно, вот оно. Вот оно, мое замешательство. Только что оно меня подставило. Вместо того, чтобы пройти вперёд, я прошёл назад. И кажется, сейчас, да, смерть близка. Потому что у нас болевой шок. Всё очень плохо. Всё очень плохо. Ну что? Я не хочу терять. У нас пирамант. У нас всё классно. Я хочу наверх. Я хочу наверх. Собственно, можно пытаться отличиться во время непосредственно боя. Но это очень редко получится. Да что ты за человек-то, а? Ну, не взял я шину. Ну, что из-за этого-то сейчас так сильно переживать? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не погибай. Мне очень хочется дойти, задать. Потому что задание мы выполнили. Взяли ещё хорошую книжку. Перепрыгнули ещё на одну клетку. Пожалуйста. Пожалуйста. Сколько у нас осталось? Смерть близка. Ага. У нас понижается здоровье. Но пока ещё не до конца. То есть, видите, у нас максимально вот это вот было 61, стало 60. То есть, я думаю, что мы всё-таки успеем добежать. Я на это очень сильно надеюсь. Если сейчас замешательство с головой нам не помешает. Собственно, мы пришли. Сразу бежим к торговцу. Где он? Торговец. Где? Вот, вот она, вот она лавка. Сразу бежим к торговцу. Идём. Да, покажи товар. Во-первых, на тебе книжку. Дай нам 1000 монет. И не у тебя шина. У кого шина? А у кого шина? Ребята, мне нужна шина. Так, я не понял. У кого шина? Ну, пожалуйста. Боже мой. Кузнец, ты что ли? Покажи товар. Нет. То, что это за плохо. Ну, это очень плохо. Точно не у тебя. Я, может, просмотрел. Ладно. В любом случае, давайте возьмём мазь. Потому что она нам поможет хотя бы немножечко, но отличиться. Шину у кого-то можно ещё найти. Я надеюсь. Так. Попробуем стабилизировать руку. Использовать мазь. Отлично. Использовать мазь. Использовать мазь. Травма руки стабилизирована. Это значит, что мы не будем немножко погибать. Совсем чуть-чуть не будем. Так. Мораль, рассудок. Боль. Снять боль. Легко. Понеслась. Боль мы легко снимем. Ещё выпиваем. Собственно, вот у нас эффект алкоголя. Аж на целых 61 ход. Но можно снять немножечко, использовав интоксикацию. Но так как мы всё равно в городе, я думаю, ничего страшного не произойдёт. Живы будем, как говорится, не помрём. Пойдёмте слегка прибухнувшие к нашему старости. Скажем, я за своей наградой. Та-дам. Отличная работа. Вот моё вознаграждение. Нормально. Прям отлично. Собственно, вот она вся игра. То есть, вы ходите, пьёте, дерётесь, лечитесь. Собственно, в общем, классно. Прям игра замечательная. Мне прям очень нравится. Я буду обязательно за ней следить. Вот прям вот тут с беты, прямо до релиза буду смотреть. Вам рекомендую. Даже если вы никогда не покупали на бете, то рекомендую взять. Как минимум, ради того, чтобы поддержать разработчиков, игра у них получается прикольная. И, собственно, класс. Класс. Играйте, смотрите. Я вам советую. И на сегодня это всё. Но, немножечко не расходитесь. Посмотрите, пожалуйста, в конце ролика то, что вас ждёт впереди. И обязательно посмотрите этот список. И напишите в комментариях, какие игры бы вы хотели дальше на обзор. Какие игры бы вы хотели на прохождение. Ну и, конечно, ставьте лайки. Ставьте комментарии. Это очень сильно помогает каналу. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok